Приветствую вас! Совершенно очевидно, что вы переживаете психотразму, которой является смерть любимого человека. И его смерть вы до сих пор не пережили, его смерть вы до сих пор для себя не отпустили, человека вы до сих пор, ну, держите, скажем так, при себе. То есть я позволю вам такую формулировку, да? Человека вы держите при себе. Значит, тема смерти, тема потери близкого человека, она сложна всегда тем, что упирается в понимание каждым того, что есть смерть, что есть дальнейшая жизнь и как происходит жизнь человека после смерти близкого и что происходит, собственно говоря, с самим близким, с самим близким человеком. Я не знаю, вы не сказали здесь о том, какая у вас вера, например, верите ли вы в Бога или нет. Если у вас вот эта вот вера в то, что человек, ну, как-то после смерти преобхожается, становится кем-то другим или нет, и, соответственно, если вы верующий человек, то вам нужно обратиться к священнику, и священник куда более лучше, чем, например, стандартный психолог, психолог поможет вам найти успокоение, поможет вам пережить это. Священник ответит на ваш вопрос именно с позиции веры, именно с позиции веры, как она есть, то есть с позиции божественной. Соответственно, если вы верующие, то вам также желательно бы поставить там, за упокой человека свечку, помолиться, в общем, там вам в церкви это рассказ. Итак, вам надо понять одну такую вещь, в любом случае, не зависимости от того, верьте ли вы в Бога или нет, что человек будет жить с вами до тех пор, пока вы его помните. То есть вот пока человека вы помните, пока он живет в вашей памяти, пока живы ваши воспоминания о нем, он будет жить всегда с вами. И вы сможете с ним и общаться, и разговаривать. Он внутри вас будет жить, и подумайте, чего бы он хотел для вас. Подумайте, о чем он мечтал для вас. Если вы хотите, чтобы, например, его смерть не прошла, даром не прошла просто так, то вам очень желательно бы для себя реализовать то, что он хотел для вас. Он, наверное, хотел для вас счастья. Наверное, он хотел, чтобы вы жили как можно более полной жизнью. Наверное, он хотел, чтобы вы слаждались жизнью. И вот ради его памяти, ради его памяти вам нужно постараться это сделать. Естественно, это не так просто, потому что уже прошло достаточно много времени, три года, и за эти три года человека вы, как я понял, не забыли. Отношения у вас ни с кем не выстраиваются. Наверное, потому что инфинктивно, может быть даже неосознанно, вы сравниваете его, то есть вот этого человека с тем, кто вышел. То есть, когда вы потеряли близкого вам человека, он стал для вас идеалом. Он стал для вас таким прям идеальным мужчиной. Еще более, наверное, идеальным мужчиной, чем он был до этого. И поэтому, понимаете, как бы все мужчины, они, которые у вас могут быть, они проигрывают, потому что они сталкиваются с образом прошлого, с образом человека, который ушел. А против этого у них нет шансов, потому что они не могут стать лучше него, ведь его нет, и вы идеализируете его образ. Поэтому вам нужно подумать, что для вас ближе. Если вопрос веры, то он в позиции веры наблюдает за вами, смотрит за вами с небес. И он видит, как вы мучаетесь, видит, как вы страдаете. И он этого для вас не хочет. Он хотел бы, чтобы вы были счастливы. Вот хотя бы ради него и будьте счастливы. Если не говорить о вопросах веры, то тогда здесь, наверное, немножечко более, немножечко сходная позиция, она касается того, что он будет с вами, пока вы помните о нем и, собственно, никуда не ушел. Вы храните его в своем сердце, но при этом не нужно вредить себе, потому что, когда вы себе вредите, да, вы тем самым оскорбляете память этого человека. Потому что как не хотел бы, чтобы вы себе вредили. Это вот то, что касается непотрывной смерти. Также можно говорить о том, что вам необходимо смерть человека до конца пережить. У меня складывается такое ощущение, что вы этого не сделали. То есть вы не выразили свои эмоции до сих пор так, как нужно. И они у вас остались. Они у вас не выразились. И теперь они вас, по сути, отправляют вам в вашу жизнь. Дабы этого не было, необходимо выплатиться, необходимо, как бы, прямо выключить, выразить все эмоции, которые вообще у вас есть под машиной с ним. Теперь дальше. 13 лет вы с этим человеком. И я так полагаю, что ваша близость с ним была обусловлена не только любовью к нему, но и еще вашими личными апремисами. Т.е. вы говорите, что с его смертью будто умерло что-то у вас, то есть часть у вас умерла его смерть. Это значит, что с его уходом вы что-то для себя потеряли. Давайте попробуем подумать, что вы потеряли с уходом этого человека. Я надеюсь, что времени прошло уже достаточно много, чтобы вы могли адекватно оценивать то, что происходит. Поэтому, говоря о том, чтобы подумать, что вы потеряли с уходом этого человека, я ни в коем случае не хочу оскорбить память о нем. Но я надеюсь, что вы научились и хотя бы попытались учиться жить без него, без этого человека. Пока вы этого не можете, и не можете вы этого потому, что, может быть, не отдаете себя черт в том, что вы потеряли с его смертью. И если это так, то понять, что вы потеряли, является очень важным, необходимым для того, чтобы вам все-таки жить дальше. Когда и если вы поймете, что же вы все-таки потеряли, то возможно, вам будет немножечко легче отдавать себе отсчет, чего вам перестал хватать. И тогда, если это произойдет, если вы будете отдавать себе отсчет, чего вам не хватает, то смотрите это в пол. Я полагаю, именно так. В вопросах сравнения с другими людьми, в вопросах сравнения с другими мужчинами, все зависит от другого, что когда, если вы сможете понять, что вы потеряли с уходом этого человека и сможете это же реализовать на настоятельство, то, естественно, естественно, сравнение, которое у вас есть, например, сейчас, оно уже не будет вас так сильно беспокоить. Потому что вы получите то, что вам нужно, вы будете получать то, что вам необходимо, и у других людей, по сути дела, боятся шансы. Шанс построить взаимоотношения с вами. И вот именно в таком ключе вам и нужно будет двигаться. Именно в таком ключе вам нужно направить свои усилия для того, чтобы тащить жизнь в нормальной жизни. И тогда, еще раз, скажем главное, что для начала, для начала вам необходимо до конца, возможно до конца, выразить свои эмоции, свои переживания. Относительно смерти вашего любимого человека, если вы этого не сделали. Потом вам необходимо свыкнуться, как бы это даже сказать, не свыкнуться и не смириться, не пытаться подавить боль, не пытаться подавить воспоминания о нем, потому что это все не имеет смысла. Воспоминания они были, были есть и будут с вами. От этого никуда не деться, это хорошо. Вам нужно просто привести в некую гармонию то, что вы чувствуете. Вам нужно в большей степени понять для себя, что вы ведете себя достаточно эгоистично. То есть вы думаете о себе, но при этом забываете о том, чего человек хотел бы для вас. Вот человек нет, но он же чего-то хотел бы для вас. И вот именно к этому вы стремитесь, к тому, чего он хотел для вас. То есть я даже не буду говорить, чего именно он хотел для вас. То есть в принципе я уже это сказал, я уже это говорил, но думаю, что не нужно это повторять. Я думаю, вы и так сами это прекрасно знаете. И вот к этому нужно стремиться. Стремиться сохранить память о нем, стремиться сохранить воспоминания о нем. Причем как можно более позитивные, как можно более светлые. Но при этом не добиться своих отношений на самом деле. Не добиться вступать в новые отношения. Вместе с тем, я думаю, вам нужно заниматься тем, что вы хотите. То есть необходимо подумать, что вам интересно, что вам нужно, что вам нравится. И в этом направлении и нужно двигаться в том направлении, что вам нравится, что вам интересно. И тогда, а тогда, вы постепенно, никто не говорит о том, что это произойдет как-то сразу. Но вы постепенно будете, не забывайте его. Нет, не нужно пытаться его забыть, это не было бы правильно, чем бы правильно. Вы просто заметите, как изменяется ваша память о нем, как изменяется то, как вы воспринимаете человека. И самое главное в этот момент для вас, чтобы вы не противились тому, что с вами происходит. Если вы сможете сделать все так, как я вам сказал, если вы сможете все это сделать, я думаю, я думаю, что совершенно определенно вы сможете наладить свою жизнь. Конечно, не сразу, но наладить вы ее сможете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok